В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в республике превысило 15 тысяч человек. По состоянию на 7 декабря их количество составляет 15 тысяч 265 человек. За сутки подтвердили 144 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан Динара Янекеева на еженедельном оперативном совещании. Его провел глава Башкортостана Радий Хабиров. Всего выздоровели 12 тысяч 419 человек. Это 81,4% от общего числа заболевших. Врачи провели свыше 1 миллиона 700 тысяч тестов на COVID-19. 25 республиканских лабораторий ежедневно выполняют более 11 тысяч исследований. С 1 ноября по 5 декабря бесплатные лекарства получили порядка 5 тысяч пациентов. Они лечатся от коронавируса на дому. Из них 3595 человек за счет федеральных средств и 1446 за счет республиканского бюджета. На прошлой неделе в Башкортостан поступила очередная партия вакцины от COVID-19 объемом 1200 доз. С 7 декабря начинается вакцинация против коронавируса. В первую очередь прививку получат врачи, социальные работники, сотрудники полиции. По долгу службы они могут взаимодействовать с зараженными COVID-19. Продолжает работу ситуационный антиковидный центр республики. За неделю с 30 ноября по 6 декабря специалисты центра отработали 4617 обращений жителей. Всего с 16 ноября на горячую линию по телефону 347-218-1919 поступило 15530 заявок. Министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин сообщил, что с 7 декабря все школы республики приступили к учебе в очном формате. По его словам, в каждом учебном учреждении соблюдается жесткий масочный режим, ведется термометрия, потоки учеников распределены по входным группам, работают антиковидные инспекторы. В Башкортостане за 9 месяцев 2020 года объем инвестиций в основной капитал по всем источникам финансирования составил 209 млрд 600 млн рублей, что на 4,3% или на 22,5 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные озвучил первый вице-премьер, министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов. По итогам января-сентября 2020 года по номинальному показателю инвестиций в основной капитал республика занимает 13 место в стране и второе в Приволжском федеральном округе. За 11 месяцев 2020 года аграрии республики приобрели 3 150 единиц сельхозтехники и оборудование на 9 млрд 1 млн рублей. Это на 2,5 млрд рублей больше, чем за весь 2019 год. По словам руководителя Минсельхоза Ильшатов из Рахманова, несмотря на впечатляющие темпы роста, республика еще не достигла нормативов технической обеспеченности в агропромышленном комплексе. Он призвал сельхозпроизводителей быть активнее, в том числе и в сфере лизинга. В Башкортостане продолжается осенний призыв. За время осеннего призыва 2020 года в республики на военную службу призывали 3947 человек или 95% от нормы. Об этом доложил военный комиссар региона Михаил Блажевич. В вооруженные силы Российской Федерации отправились 3144 призывника из республики. В то же время более 200 человек обжаловали действия призывных комиссий по различным основаниям и смогут уклониться или отсрочить призыв. Таким образом, военным комиссариатам нужно дополнительно призвать порядка 400 человек. Праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, славим труженика села, прошло в Межпоселенческом культурно-досуговом центре в пятницу 4 декабря. В этот день звучали слова благодарности руководителям, специалистам, механизаторам, животноводам, фермерам, работникам перерабатывающей промышленности, всем тем, кто обеспечивает нас продуктами питания, вносит весомый вклад в повышение благосостояния района и его жителей. Со словами благодарности к труженикам села обратился глава администрации Инаульского района Ильшат Вазегатов. Все мы знаем, что агропромышленный комплекс – это главный опыт в себе экономики и мы никогда об этом не забываем. Уважаем ваш труд, ваши старания, плодами сейчас пользуется каждый человек в мире, но не каждый знает, с каким трудом достаются все плоды, которые в вами производятся. В этом году получен достойный урожай и самое главное, его удалось убрать 100%. Валовый сбор зерна составил почти 55 тысяч тонн. В целом, по району, с каждого гектара срора 21 цепь зерна. Традиционно в этот день были выручены почетные звания, благодарственные письма и денежные премии лучшим работникам отрасли. Звание заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан удостоился главный зоотехник управления сельского хозяйства Инаульского района Навкад Мугалимов. Дипломом правительства Республики Башкортостан в номинации «Лучший по профессии», а также денежной премии в размере 3 тысяч рублей отметили оператора свиноводческого комплекса Мичуринский Эльзу Галину. Награду за работника получил главный инженер этого хозяйства Альберт Батыров. Он же был отмечен почетной грамотной Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Республики Башкортостан и денежной премии в размере 3 тысяч рублей. Грамоты Министерства такого же содержания и денежной премии были также отмечены. Валиева Айболь Ханисимова, индивидуальный предприниматель, голова крестьянско-пепельского хозяйства. Голк Валентина Максимовна, оператор по искусственному осеннению и торговариваю с годами женского подразделения общества с ограниченной ответственностью Победа. Гайцев Эдуард Макмонтович, механизатор общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «Урадар». Взам по линии зафагирована лаборатория общества с ограниченной ответственностью и тепличной комбинатки на улице. Рахинзианов Вячеслав Валерьевич, ветеринарный перс, Сельфовская оператива «Колпот-Восток». Турицына Лилия Павловна, оперативно-машинного доения, Сельфовская оператива «Дружба». Почетными грамотами Башкирской республиканской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации за многолетний и добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и денежной премии в размере 2000 рублей были отмечены. Героев Политик Вянович, ветеринарный перс, Сельфовская оператива «Урадар» Благодарность у Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан, за своевременную качественную подготовку техники к ежегодному техническому осмотру и денежные премии в размере 2000 рублей наградили механизаторы сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Восток» Альфита Шарфисламова. Дипломами в различных номинациях, в том числе «Лучшее фермерское хозяйство года», за высокую урожайность зерновых культур и обновление высокотехнологической сельскохозяйственной техникой, за успешное стабильное ведение племенной репродукции крупного рогатого скота, за достигнутые высокие результаты и стабильное развитие сельскохозяйственного производства и денежными премиями были награждены шесть руководителей хозяйств. Сертификат о предоставлении социальной выплаты на строительство жилого дома в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на сумму более полутора миллионов рублей вручили слесарю-сантехнику ООО «Мичуринский» Алексею Гадиатову. С приветственным словом к своим коллегам обратился заместитель главы администрации района по сельскому хозяйству Рустам Алимгафаров. Ветеранов нашего отрасли с праздником желаю приветствовать здоровья, счастья и благополучия. Каждый тренировый сезон по-своему, нынешний год тоже выдался в районе Днепровской. Главным форсом для нас являлась пандемия и коронавирусная инфекция, которая несла свои эффективы во многие аспекты нашей поведневной жизни. Она коснулась работы, учебы и даже самого благороданного для дружинка села, как нашего главного праздника. Но, несмотря на трудности, дружники села отнеслись с пониманием данных слоев жизни. Сделали все возможное, чтобы убрать, урожать и заготовить необходимое количество карманов. Почетными грамотами администрации Наульского района за добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и денежной премии были отмечены. Русская с ограниченной ответственностью агрофирма «Урана». Вакапа Федорис Минхайдарович, начальник категорного завода общества с ограниченной ответственностью Е. Нинаульский и Толивана. Гарая Пальтал Таргенович, водитель общества с ограниченной ответственностью тепличной комбинат Нинаульский. Ишимбаев Сергей Ишимбаевич, водитель сельхозкооператива «Дружба». Тимирзианов Юрий Стимирханович, тракторист сельхозкооператива «Колхоз Восток». Шитова Евгения Александровна, институт по камеру в обществе пограниченной ответственностью Победа. Лучшие работники своей сферы также были награждены благодарственными письмами администрации Наульского района. Всего вручено 86 наград. По понятным причинам мероприятие прошло с соблюдением ограничительных мер, а потому всех отличившихся на работах аграрьев на праздник пригласить не удалось. Как бы то ни было, на мероприятие прозвучало имя каждого из них, и награды обязательно дойдут до них через своих руководителей. В конце ноября в нашей республике стартовала оперативно-профилактическая операция ЕЛ-2020 для защиты хвойных молодняков от незаконных рубок и контроля за заготовкой, перевозкой и реализацией новогодних елок. Регулярно сотрудники Межрайонного отдела Министерства лесного хозяйства проводят и рейдовые мероприятия для выявления возможных случаев рубки хвойных деревьев среди населения. Вот и сегодня они вышли в рейд. Напомним, что в нашем районе, как и по всей республике, запрещена вырубка сосен, пихт и елей. Приобрести их можно только в специализированных местах, в том числе в Янаульском лесхозе, либо на рынке. 23 ноября в Министерстве лесного хозяйства проводится оперативно-профилактическое мероприятие ЕЛ-2020. Совместно с правоохранительными органами выезжаем на рейды по местам произрастания хвойных молодняков, наиболее вероятными по незаконным рубкам. Также проводятся, ставим стационарные посты на дорогах общего пользования, при въезде в город, тоже проверяем документы по незаконным елкам. Далее совместно с налоговой службой будем проводить рейдовые выезды по местам реализации новогодних елок. За незаконную рубку новогодних елок административным кодексом предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 3000 рублей, на должностных от 20 и на юридических лиц от 200 тысяч рублей. Помимо штрафа за елку предусмотрен ущерб. В среднем за елку до 2 метров, это 1500 будет ущерба. Если елок несколько и ущерб превысит более 5000, то уже наступает оголовная ответственность. Декабрь радует крепкими морозами. Если одни горожане жалуются на холод, то другие с нетерпением ждут открытия катка. Самое время доставать спортивный зимний инвентарь. В нашем городе официально будут работать три катка. Один из них на улице Некрасова, второй на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность», третий во дворе лицея. Сегодня работа по подготовке катка подходит к логическому завершению. И совсем скоро любители этого вида спорта смогут вдоволь насладиться ездой на коньках. Работы по заливке катка на дворовой территории многоквартирных домов по улице Некрасова завершены. И с 3 декабря принимают жителей. Объект является многофункциональным и используется как хоккеистами, так и любителями катания на коньках. В целях исключения конфликтных ситуаций и для удобства посетителей разработан график посещения катка, где четко расписано время тренировок хоккеистов, время технических работ и время катания жителей. На хоккейной коробке «Фок Юность» завершается поэтапная работа по заливке льда. И из-за погодных условий эта процедура в этом году затянулась, так как необходимо залить несколько слоев. Каждый последующий заливается только после промерзания предыдущего. И с 10 декабря данный каток также начинает функционировать. Режим работы останется прежним с 15.00 до 22.00 часов. С сегодняшнего дня, то есть с 8 декабря, дети также могут посещать и каток, расположенный на территории лицея. Информация о графике работы катков размещена в официальных группах учреждений спорта в социальных сетях. Всем известно, сумок много не бывает. Об этом точно знают в магазине «Суперсумки», где и помогут подобрать стильное дополнение к вашему образу. Девочка, девушка, женщина – в любом возрасте кокетка. Каждый хочется подчеркнуть свою индивидуальность и неповторимый стиль. Именно в этом нами помогают аксессуары, украшения, туфли и, конечно же, сумки. Маленький яркий клатч для вечеринок, удобная сумочка или рюкзак на каждый день. Хозяйственные сумки, конверты, различные фактуры, цветы и формы порадуют искушенных модниц. Практические кейсы для деловых людей. Большой ассортимент кожгалантерей и производства городов Москва, Екатеринбург и Ижеск только в магазине «Суперсумки». В широком ассортименте более 30 видов сумок – багет, шоппер, саквояж или хабо. Пушские барсетки, портфели и сумки через плечо – выбирай на вкус. Широкий выбор школьных, детских и подростковых рюкзаков. Собираетесь в путешествие? Тогда вам точно к нам. Дорожные сумки, чемоданы на колесиках различных размеров точно порадуют. В дополнение можно выбрать кошельки, ключницы, виситницы и многое другое. Скидки постоянным покупателям, доступные цены и отличное качество радуют наших покупателей круглый год. Магазин «Суперсумки» – бутик номер 227 в закрытом павильоне на центральном рынке. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью – 15, минус 20, местами – 22, минус 27, днем – 9, минус 14 градусов. 9 декабря. Памятная дата России. В этот день, в 1769 году, Екатериной II был учрежден Орден Святого Георгия – высшая военная награда. До Октябрьской революции в День Святого Георгия чествовали всех кавалеров георгиевских отличий. В 2000 году Орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды России. А в 2007 году – возрожденный праздник – День Героев Отечества. Дети берут пример со взрослых и все повторяют за вами. Ваша задача – сделать так, чтобы они повторяли правильные вещи. Например, чаще мыли руки, надевали маску в общественных местах, чихали и кашляли в локоть и защищались от чихов других, соблюдали дистанцию. Чем больше правильных вещей дети будут повторять за вами, тем в большей безопасности они будут. Будьте хорошим примером и будьте здоровы! Человек может бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как бежит вода и как работают другие люди. Красиво, если это не связано с бедой. Это все можно увидеть на пожаре. Будьте осторожны при обращении с огнем. При пожаре звоните в Единую службу спасения по телефону 01. Мобильная связь 112. Спой, птичка. Спой. Спой. Алло, полиция. Здравствуйте. В школе 9761 находится бомба. Просьба организована покинуть помещение через эвакуационные выходы. Находится бомба. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования. Высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знание татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Янаульскому телевидению требуется водитель. Справки по телефону 50402. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95.